Мы начинаем пресс-конференцию после матча, матч Динамо-Москва-Строитель. Павел Яковлевич, прошу прокомментировать ход игры, результаты. Я пользуюсь случаем, хотел бы поздравить Сергея Шавруева, Павла Блатова со званием чемпионов мира. Молодцы ребята, хорошо играли. Поздравляю. Что касается игры, то для нас это ранняя игра. Мы так рано, никогда еще не играли, в 10-15. Я думаю, тяжело ходили в игру, пропустили быстро три угловых таких, я считаю, что можно было как-то их отбить. Короче, пропустили три быстрых гола. Во втором тайме вышли, немножко наладились связи, что-то начало получаться. Я считаю, что игра блиншком понравилась. Своими ребятами я тоже доволен. Большое спасибо, Эдуард Николаевич. Ну, честно скажу, у меня точно наоборот, что мы играли сегодня очень плохо, неплохое движение. И так, честно, если так говорить, то команда, строитель, даже, наверное, моментов, которые они создали, даже, может быть, и, по крайней мере, не меньше было точно, что, в общем-то, на поле это была равная игра. Счет не так, может быть, и даже и отражает. Не знаю, чем это связано, что все-таки большое количество молодых игроков, и мы опять этот ритм игры, к опытным игрокам у меня претензий нету, а ко всей нашей молодежи очень много претензий. И в игровом плане, и в плане функционального. Ну, игровым мы все-таки немного были под нагрузками, но это не оправдывает нисколько. Так же и строитель, так же не было игровой практики, и, как и у нас, все-таки мы были в этой ситуации в разных условиях, с ним даже, может быть, намного было труднее все-таки и с воздуха опять в зал. Мы думали, что, может, они как-то задохнутся, но они этот темп выдержали, и функционально они нам ни в чем не утупили. Игровые связи у нас так сегодня редко-редко что-то нащупывалось, там не очень у нас получалась игра комбинационная. Ну, можно сказать, что удачно вот эти три угловых забили, особенно это вначале получилось, что хорошо. Ну, и там где-то вот эти моменты, там ключевые, там Сергей Шавуров опять на классе сыграл, когда подловил на ошибки, там гол добил, и, может быть, еще вот этот момент с защитой Сыктывкара пропустил, когда отлетная передача Дмитрий Стариков был. Но в целом, будем ждать следующего, будем готовиться. Не очень получилось у нас сегодня, да. Спасибо. Павел Леопольевич, у меня к вам вопрос. Вы много лет играли на этом стадионе в качестве игрока, а теперь сегодня оказались в качестве уже главного тренера. Совершенно другие впечатления? Да нет, впечатления те же самые, в принципе, так же, как я играю на поле, такие же еще и не те же самые практически. Зашел вчера в надевалку, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, у меня все было, так и осталось. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.